В Вашингтоне 31 марта начинается саммит по ядерной безопасности. В нём принимают участие лидеры более 50 стран мира. Главная тема – угроза ядерного терроризма. Мероприятие проходит на фоне недавних терактов в Брюсселе, которые усилили опасения мирового сообщества в отношении ядерной безопасности. Группировка «Исламское государство» потенциально может нацелить свои атаки на АЭС и разработать радиоактивные грязные бомбы. Несмотря на значительный прогресс в вопросе защиты или уничтожения материалов для изготовления бомб по всему миру, большие объёмы плутония и обогащённого урана остаются плохо защищёнными. Это будет четвёртый саммит по ядерной безопасности, организованный Бараком Обамой во время его президентства. Впервые он предложил провести подобное мероприятие около шести лет назад. Его целью было избавить мир от ядерного оружия. Сегодня критики говорят, что прогресс слишком медленный. Так, организация НТА, которая ведёт работу по противодействию разработке оружия массового поражения, говорит, что саммиты по ядерной безопасности принесли некоторый положительный эффект. Однако не была достигнута главная стратегическая цель – создание международной эффективной системы безопасности. Тем временем, по данным группы «Индекс ядерной безопасности», за последние два года не произошло улучшение ситуации в вопросах физической защиты, безопасной транспортировки и возвращения украденных радиоактивных материалов. Организации также отмечают, что атомные реакторы во многих странах мира плохо защищены от онлайн-атак. Семь из 24 стран, включая Китай и Бельгию, получили самую низкую оценку уровня кибербезопасности своих ядерных объектов. Стоит отметить, что Россия в этом году принимать участие в саммите не будет. Встречи продлятся два дня.